Всем привет! Вы смотрите канал Финты и WordPress, и это у нас дайджест аж за два месяца. В прошлом месяце его не было, потому что я уезжал на камп, и поэтому просто не успел физически все это дело записать. Поэтому это видео будет за два месяца, за сентябрь и октябрь 2019 года. Событий произошло в мире WordPress довольно много. Погнали! Выпуск подготовлен при информационной поддержке телеграм-канала WordPress Digest и его зеркало ВК, где вы всегда найдете самые свежие новости из мира WordPress, группы ВК, WordPress и WooCommerce, где вы всегда сможете прочитать свежие новости и спросить, задать вопросы, получить ответ, а также сайта WP.com и YouTube-канала WP+. И начну я, пожалуй, со скидок. Так как начинается Хэллоуин, соответственно, у многих появляются скидки. Первое – это скидки в ВП-шопу на все продукты. Вот так вот у них это интересно оформлено. 30% скидка только до 1 ноября. Если вам требуются их продукты, как типа тема Reboot или тема Root обновленная, или плагины их какие-то, вот есть хорошая возможность прикупить со скидочкой. Второе – скидки у крокоблоков. Ну, у них здесь интересная такая акция, то есть у них скидки не на все продукты, скидки только на большой пакет эксклюзив, который лайфтайм, причем у крокоблоков, хочу напомнить, у них такой честный лайфтайм, то есть вы покупаете там за 260 долларов, но это навсегда и весь полностью пакет. Все их плагины, все их дополнения, все их решения, темы на всю жизнь и полностью весь пакет. Причем обратите внимание, вот здесь у них этот раздел прайсинга, он у них переделан, и здесь есть вот такой выбор лицензии, или Unlimp, или Single, то есть, ну, или на один сайт, или навсегда. Поэтому имейте в виду, скидка 13% на большой пакет лайфтайм, на полностью общий доступ, продлится она 5 дней, начинается она, по-моему, сегодня, а то или вчера уже началась, я уж не знаю. И, как мне сказали по секрету, после данной скидки цена пакета лайфтайм будет увеличена. Поэтому, если вам интересно, можете вот сейчас прикупить со скидочкой. Ну, и у Template Monsters тоже скидки на все продукты до 20%. Кстати, и у Template Monsters также можно прикупить продукты ZMS, ну, те, которые крокоблок. Например, отдельные плагины JetPopUp, JetElements и тому подобное. Опять же, у них же продаются темы Monstroid 2, и Vustroid, которые работают как раз на Elementor, и их тоже можно прикупить со скидочкой вот в ближайшие только дни. Вот такие вот скидки. А мы поехали дальше, собственно, по новостям. Начнем мы, как всегда, с ядра. За прошедшие два месяца вышли два обновления безопасности, которые обязательно, это 2.5.2.3, 5.2.4. Не забудьте обновиться, если у вас апдейты вдруг отключены. Это важно, это связано с безопасностью. И успешно все готовимся к выходу версии 5.3. Сейчас уже вышла релиз Кандидат 2, уже можно пощупать. Выходит версия 5.3 12 ноября, то есть вот буквально через пару недель. И в этой версии будет довольно много интересного. Во-первых, туда зайдут все изменения Гутенберга до версии 6.5 включительно. Во-вторых, там много изменений именно связанных с кодом для разработчиков. Тот же самый функция WPDI, функция работы с временем и многие другие. Я ссылочки все оставлю, где все это описано, в описании к видео. Посмотрите, прочитайте. Вообще такой апдейт интересный ожидается. Это, скорее всего, будет последний апдейт в новом году, потому что с версии 5.3 еще дополнительно идет новая дефолтная тема, которая называется 2020. Тоже такая она интересная. И произошло много еще изменений внутри именно в коде ядра. Ну, хорошо ребята подготовили. Ну, кроме того, что Гутенберг туда запилили. Одним словом, ожидаем обновления. Большое, удобное, хорошее обновление будет в версии 5.3. Но про него подробно я расскажу уже в следующем дайджесте. А мы поехали дальше в Гутенберг. Гутенберг обновился до версии 6.7. Это вот сейчас актуальная версия. А все, что есть до версии 6.5, уже войдет в ядро 5.3 в новом апдейте. Вот в версии 6.5 появилось, смотрите, какая штука появилась. Прикольно появились. Во-первых, блок социальных ссылок. Это выглядит примерно вот так вот. То есть, линки, все это можно настраивать. Такая вот интересная штука. Можно вводить адресы. Так вот можно изменять, то есть, разный внешний вид. Единственное, по-моему, здесь нету российских социальных сетей. А, нет, ВК есть. ВК есть, ВК нету. Одноклассников и так далее. Но вот ВК есть. То есть, вот такой вот блок появился. Уже можно его использовать. А те, кто не пользуется отдельным плагином, а пользуются только из ядра, ну вот после 12 ноября все это можно будет использовать. Во-вторых, они проделали очень большую работу, связанную и с апдейтом, и с поддержкой ядра 5.3, и с производительностью. Опять же, появилось такое, то, что называется, локальное сохранение. Ну, то есть, когда, если нестабильный интернет, то все это дело сохраняется, может быть, восстановлено. И вот в версии 6.7 появилась такая прикольная штука. Они, наконец, ввели такое градиенты. Градиенты для кнопок. Выглядит это вот так вот. Вот такие вот градиенты появляются. Ну, правда, пока это все еще, ну, такое бета в режиме тестирования. Еще и градиенты такие, прям такие, вырви глаз. Появляются, но уже поддержка градиентов есть. Уже это есть в Гутенберге в версии 6.7. И это уже можно использовать сейчас, там, при разработке лендингов и тому подобное. Более того, в Гутенберге, вот в новых версиях, появилась экспериментальная функция, которая позволяет управлять контентом не только, ну, вот, внутри статьи, но и еще управлять сквозными элементами, такими как шапка или подвал. Ну, правда, у меня не получилось это попробовать, просто по времени я что-то не успел. Но ребята пробовали, говорят, уже удобнее. И подобный функционал уже приближает сам Гутенберг, уже вот к тем вот билдерам, которыми все пользуются, такими как DV, Elementor, там, BV Builder и тому подобное. И, опять же, это все будет бесплатно, к нему будут аддоны. Так что посмотрим, что будет в следующих апдейтах и как это все будет развиваться. Я думаю, через годик Гутенберг уже станет полноценным билдером, который позволит создавать, в принципе, страницу любой сложности. Даже сейчас уже можно, ну, если мы не говорим про шапку и подвал, уже сейчас можно собирать сложные страницы, делать лендинги и тому подобное. А уж что будет через год, не знаю, посмотрим, время покажет. А мы поехали дальше. SEO-шные плагины. Плагин Yoast обновился за два месяца аж до версии 12.3, но таких каких-то глобальных изменений в этом всем нету. Там в версии 12.0 они там настроили UX, ну, то есть вот это вот. Типа они улучшили взаимодействие пользователя с плагином. Ну, особых каких-то таких вот прям внешних изменений я не заметил. Ну, и пофиксили разные другие ошибки. Добавили новые фильтры, добавили дополнительные языки переведенные. Сейчас, по-моему, уже и португальский поддерживают, и венгерский поддерживают. Ну, то есть вот такие вот у них апдейты идут. Ну, так как у них политика такая, что они каждые две недели апдейты выпускают, ну, соответственно, вот они вот правят какие-то ошибки, правят UX, ну, то есть управление вот это вот всеми делами. Ну, и выпускают, соответственно, апдейты. Ну, в общем, ребята, как обычно, занимаются всякой фигнёй, вместо того, чтобы заниматься именно оптимизацией плагина. Ну, плагин хороший, плагин это единственный из SEO-шных плагинов, который действительно умеет анализировать русский язык, поэтому смотрим, обсуждаем и пишем в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Другой SEO-шный плагин, тоже известный, RankMatch, который называется, он уже перевалил отметку 100 тысяч активных инсталляций, у него прошло три апдейта, ну, вот в которых они, ну, вот я вижу, что они добавили поддержку АЦФа, добавили какие-то поддержку простых каких-то кастомных полей, пофиксили много багов, видно, что ребята работают, не стоят на месте, опять же, RankMatch это такой большой плагин, который заменяет, может заменить собой и Yoast, и любой другой плагин, и у него очень много функционалов, там, начиная от добавления фокусных слов и заканчивая, там, системой редиректов, уже встроенной внутри плагина. Большой такой, ну, я не знаю, удобно, неудобно, и каждый выбирает по-своему, но я хочу сказать, что плагин RankMatch не умеет анализировать на русском языке. Если вам это важно, ну, тогда вот вам Yoast в помощь. Если не важно, ну, мне это не особо важно, я не стараюсь догнать, там, это в зеленую зону, или, там, количество баллов догнать, мне главное, чтобы был какой-то определенный функционал. Если вам важна именно аналитика, то есть, вы хотите текст анализировать и так далее, тогда и пользуйтесь Yoast. Вот такие вот у нас были изменения всегошных плагинов. Поехали дальше. WooCommerce, наш любимый плагин для магазинов. Во-первых, за то время, пока не было дайджеста, вышло обновление безопасности. Версия 3.7.1, обновиться на него обязательно. А во-вторых, 5 ноября ожидаем выход нового релиза 3.8. Это уже есть релиз-кандидат версии 2, уже можно пощупать. Но таких каких-то глобальных изменений в нем не будет. У него будет только изменение, это поддержка новых блоков, ну, так как в WooCommerce уже есть свои собственные блоки, вот, собственно, там вот это вот будет поддержка Гутенберговских блоков. Какая-то оптимизация будет. Добавлен еще новый файл шаблонов для вывода виджетов дополнительных. Ну, вот такие вот небольшие мелкие шажочки, которые позволяют постепенно и ускорить WordPress WooCommerce, и улучшить, и оптимизировать. Вот такие вот изменения произойдут 5 ноября. Это мы уже рассмотрим уже в ноябском дайджесте, а мы поехали дальше, и у нас на очереди билдеры. В октябре вышло большое обновление плагина DV Builder версии 4.0, и у меня был отдельный обзор, сейчас появится подсказочка, посмотрите. Если кратенько, то в DV появился функционал шаблонов, который позволяет мало того, что делать отдельные шаблоны для каждой страницы, причем практически для любой страницы. И также с помощью данных шаблонов можно создавать отдельно для каждой страницы шапку и отдельно подвал. Ну, вот такой вот интересный функционал, подробненько смотрите в отдельном обзоре. Elementor Pro вышла, вот сейчас актуальная версия 2.7.3, где они починили много фиксов, а так версия 2.7 позволяет, появились такая галерея красивая появилась, появились бэкграунды, то есть на фон можно ставить слайдер, и появились дополнительные разделители, там такие тоже красивые, цепочечками, такие вот интересные штуки. Вот такие вот апдейты, но это мы говорим про Elementor Pro. В простом Elementor там, по-моему, апдейтов не очень много. Но зато много апдейтов появилось у кракоблоков. Для тех, кто не в курсе, кракоблоки это такой большой набор дополнений плагинов, которые позволяют создать без использования кода практически любой сайт. Ну, такой, условно практически любой. И у них произошли дополнительные изменения. Во-первых, обновился плагин JetSmart Filters. Это плагин, который позволяет создавать сложные фильтры. Ну вот, например, я собирал для себя ради интереса фильтры. Вот это, собственно, сделано как раз плагином JetSmart Filters. Вот такого вот фильтра можно делать как для магазинов, так и для любого каталога, где есть какие-то метки, атрибуты и тому подобное. В JetSmart Filters появилась индексация таблиц, что позволяет значительно ускорить как и поиск, ну, именно вот саму фильтрацию, так и просто работу админки позволяет сильно ускорить. Еще у них тоже вышел апдейт в октябре. Обновился плагин JetEngine. Плагин JetEngine — это такой большой функциональный плагин, который позволяет создавать и произвольные поля, и произвольные типы записей. И вот в версии 2.0 у них появилась возможность создания страниц настроек. Тоже очень удобно сделано. И вот в версии 2.1 появился функционал, который позволяет и выводить, например, вот вы на картиночке сейчас видите, то есть загружать посты просто нажимая, ну, таким своего рода Аяксом. Более того, появился функционал Road More, то есть загрузить еще, это по-русски у нас часто называется. Но это когда у вас выводится, например, 10 постов, нажимаете на кнопку, вам еще 5 подгружается. Вот такая вот штука. Ну и появилась работа, возможность работы, именно кроме того, что плагин JetEngine работает с постами и таксономиями, появилась работа с юзерами. То есть можно для юзеров как и редактировать, так и добавлять новые поля в профайл юзера и многие другие вещи. Вот такой вот большой апдейт. Мне вообще крокоблок очень нравится, как с точки зрения и пользователя, потому что он позволяет довольно несложно именно простым пользователям управлять контентом, если это сделано правильно. Ну и для кастомизации тоже. В принципе, все расписано. Мне потребовалось, тут вот я пользовался плагином JetPopUp, мне потребовалось, ну, какие-то кастомные вещи внести, и там спокойно по коду все это разбираешься, очень удобно сделано. И более того, у крокоблоков мне понравилась еще поддержка. Я вот в сентябре-октябре у меня какой-то словил какой-то баг, именно связанный с JetEngine. Я им написал в поддержку, и этот баг был решен буквально там за неделю, что-то такое. Очень оперативно ребята работают, и мне это очень нравится. Ну и, наконец, у крокоблоков появился новый плагин, называется, ну, это не плагин, это такой аддон, называется JetStyleManager, позволяет сохранять скины. Ну, или скины, или как это что по-другому, пресеты это еще называется. Ну, то есть, например, вы сделали какой-то внешний вид какого-то блока, и можно вот этот внешний вид сохранять и переносить на другие блоки. Ну, это свое-вроде копирование стиля, но это только такая библиотека скинов можно будет делать. Сам я еще никак не пришлось этим пользоваться, если вы уже попользуетесь, ну, напишите в комментариях, как это вообще работает. Так что вот, крокоблоки поработали тоже хорошо за последние два месяца, но они вообще так это регулярно какие-то новые апдейты выкатывают, и мне очень нравится. Вот такие вот новости были у нас, связанные с билдерами. А мы поехали дальше, я расскажу, какие новые плагины появились. Новые, не новые, может быть, конечно, они и не в эти два месяца появились, но вот обнаружил я их или прочитал о них именно вот в ближайшие дни. Вот отдельный плагин, доска объявлений для бездомных животных, называется Zoospas. Это такой социальный плагин, который позволяет развернуть каталог, где можно и искать, или выбрать животных, которых необходимо или забрать из приюта, или, ну, для приютов, такая штука, социальная вещь для каких-то или некоммерческих организаций, или для физлиц. Ну, вот тоже там такой функционал интересный есть, когда позволяет или донат сбросить, или уже, ну, заказать такой, ну, то есть забрать животное из приюта, то есть можно отправлять письмо, там уже связываться с администрацией. Ну, интересно так сделано, мне понравилось, и более того, это бесплатно, и это вот уже есть готовое. И еще один социальный плагин, тоже для социальных таких вещей, называется Shmapper, позволяет создавать собственные карты. Ну, например, вы хотите сделать карту вашего Гордона, который показать там все свалки, или еще что-то подобное. Вот плагин Shmapper работает как с Яндекс.Мап, то есть с Яндекс.Картами и Гугл.Картами, так и с OpenStreet.Мапом. Еще он позволяет вводить собственные маркеры в виде собственных картинок, и создавать вот такие вот карты, которые выводятся сразу на, накладываются сразу на вот карту. Такая получается социальная карта, это тоже, кстати, социальный проект, собственно, и предназначен он для таких социальных проектов, ну, или, например, каких-то городских порталов. Ну, на мой взгляд, интересное решение, удобная вещь, и более того, плагин постоянно развивается, там ребята его поддерживают. Вот кому требуется, рекомендую к использованию. Случайно нашел, наткнулся на забавный плагин, называется он Guten Slider, и после установки у вас появится блок для Гутенберга, который выводит слайдер, то есть просто слайдер, на котором можно даже надписи какие-то делать. Быстро, просто, удобно. Нужен слайдер в статье, воткнули блок, выбрали картинки, вот у вас уже готовый слайдер. Забавно и интересно. Я не знаю, давно он появился или нет, но вот он есть такой плагин, уже можно пользоваться, особенно тем, кто использует Гутенберг. Денис Закиров, тоже один из российских разработчиков, выкатил новый плагин для WooCommerce, который называется Carousel Upsale Interrelated Product for WooCommerce. То есть плагин позволяет выводить апселлы и похожие товары в виде карусели, то есть не просто сеткой какой-то, ну, штатной, а именно в виде карусельки. Выглядит это примерно вот так вот, то есть получается такая каруселька. Основная фича этой карусели в том, что она работает на JavaScript плагине Glider, и все это работает на ванильном JavaScript, и все это очень быстро как загружается, так и отрабатывается. Более того, там есть куча настроек, можно настраивать и количество выводимых, и всякие разные такие штуки. На мой взгляд, интересный плагин, кому требуется, вот уже можно использовать, особенно если вам требуется выводить действительно в похожих, как-то много товаров, например, или в апселлах много товаров. Причем плагин работает со штатной маппи WordPress, и это не всегда хорошо. На самом деле это очень хорошо, но так как многие премиум темы сделаны кривыми руками, и переработаны очень сильно, плагин, ну как и любой, мой плагин тоже не всегда срабатывает, особенно на премиум темах. Поэтому, ну, по крайней мере, я его потестировал на всех штатных темах, он работает без проблем быстро, удобно и красиво, так это такие там переключения, так что если вам требуется именно каруселька апселлов и похожих товаров, вот и готовое решение. Ну, и Анатолий Юмашев выкатил отдельный плагин авторизации через социальные сети. Его пока нету в репозитории, но уже на GitHub выложен, уже можно пользоваться. Выглядит это примерно вот так вот, то есть появляются две кнопочки социальных сетей, более того, плагин написан таким образом, что позволяет довольно несложно добавлять новых провайдеров, или как это назвать, то есть новые социальные сети, через которые можно реагировать. Например, вот уже есть готовое решение под Яндекс и ВКонтакте. Интересный плагин, мне, правда, его использовать пока негде, но если вам именно требуется, то вот готовое бесплатное решение, можете пользоваться. Это вот то, что прям новенькие плагины появились. Теперь поговорим про то, что у нас обновились какие плагины. Причем не только плагины обновились, но и темы обновились. И вот в начале октября вышел апдейт темы Astra, актуальная версия 2.1 стала еще быстрее, ну, как говорят разработчики, по крайней мере, мне вот прям на реальных проектах не приходилось ей пользоваться, но если сравнивать, ну, например, кастомайзер в Астрии и кастомайзер в любой другой теме, там действительно в Астрии работает все это быстрее. Как это сделано, я не знаю, но это факт. Работает все гораздо быстрее. Вот вышла новая тема. Для пользователя темы Astra новость хорошая, я думаю. Ну и хорошая новость для тех, кто пользуется темой Root от VpShop, вышел апдейт, актуальная версия 2.4.1, и наконец-то у них там появилась поддержка Lightbox, раньше этого не было, появилась поддержка Gutenberg, появился блок автор статьи, мне его приходилось прикручивать отдельно, у меня эта тема работает на моем сайте artabro.ru. Ребята из VpShop проделали большую работу и очень много апдейтов, очень много обновлений в теме Root. Я уж все перечислять не буду, оставлю ссылочку на ChangeLog, можете сами почитать. Ну, основное, еще раз повторюсь, во-первых, Lightbox появился, во-вторых, поддержка Gutenberg, в-третьих, блок об авторе появился в конце статьи, в-четвертых, появились дополнительные кнопки на профиле в соцсетях, для WhatsApp, по-моему, и Telegram, и много разных багов они поправили, в общем, ребята хорошо поработали. Ну, вообще, все разработчики, на мой взгляд, поработали в сентябре-октябре хорошо, видно, так успешно отдохнули летом и так накинулись на работу. Про темы вроде бы все рассказал, как темы, как и билдеры, и теперь обновились плагины. Во-первых, обновился плагин VpML, для тех, кто использует, это хорошая новость, потому что, во-первых, переработанный их аддон StringTranslate, который позволяет переводить строки, и он стал по-другому работать, и стал быстрее работать. И, во-вторых, как я понял из разговоров разработчиков, переработано немного ядро самого плагина VpML, и теперь плагин работает быстрее, как со стороны админки, так и со стороны фронта, то есть со стороны пользователя. Вот такие вот новости именно про VpML. Ссылочку именно на апдейт, который произошел, я оставлю под видео, ну, как, собственно, и все ссылочки, можете почитать, кому интересно. Пока у меня в проектах каких-то особых проблем, я не встречал с плагином VpML. Еще один апдейт от Дениса Закирова, ну, это его плагины, которые с карусельками, и вот еще вышел апдейт его плагина автогенерации артикулов, теперь есть возможность массовой генерации, и есть возможность специальных артикулов, которые идут подряд, там, 001, 002, вот такие вот штуки. Так что, если вам требуется работа именно с артикулами, генерация именно каких-то случайных артикулов, вот готовое решение, бесплатный плагин, берите и пользуйтесь. У Михаила Кобзарева обновились его плагины для Mail.ru, который плюс PulseFit и Яндекс.Турбо. В Яндекс.Турбо там переработаны настройки, сделана поддержка версии PHP 5.6, ну, тоже много, так как там в плагине очень много настроек, вот это вот все реализовано более внятно, Миша хорошо поработал. В плагине для Pulse от Mail.ru, это такая, я так понял, это аналог Яндекс.Дзен, но только для Mail.ru, появилась страница настроек и тоже там оптимизация какая-то и произошла. Для тех, кто пользуется, смотрите, не пропустите обновления, обновитесь обязательно. Как правило, любое обновление плагинов не проходит просто так. Ну и последняя новость на сегодня. Для тех, кто следит за разработкой плагинов, в Телеграме появился новый канал, называется Эмпирическая плагинология. Это автор LuckyVP, плагинов LuckyVP, сейчас уже их 6, по-моему, я про них рассказывал неоднократно. Это ScriptControl плагин и плагин для создания содержания, и плагин Glossary, то есть вот эти вот штуки. Собственно, автор этих плагинов ведет вот такой канал, где рассказывает о том, что происходит с плагинами, как они разрабатываются и что вообще, какие планы на будущее. Так что, если вам интересно, вперед подписывайтесь. Я подписался, мне вот прям интересно. Ну, так как я сам занимаюсь разработкой плагинов, то мне, конечно, довольно интересно. Ну, и вообще, следите за Телеграмом. В Телеграме много информации, именно такой, актуальной появляется. А у меня на этом в Дайджесте сегодня все. Большой дайджест за два месяца. Много новостей было, всякого разного произошло, то вспомнил, все рассказал. Что не рассказал, ну, значит, сорян, расскажу в ноябре. На этом у меня, друзья мои, сегодня все. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем Абрамович. Берегите себя, всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok